Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня у нас обзор автоматики для дистилляции и ректификации, основанной на принципе старт-стоп. Также автоматика имеет функцию регулировки количества отбора. То есть, по сути, она полностью заменяет клапан отбора. Помимо этого, контролируя температуру в царге аппарата под узлом отбора, автоматика освобождает вас от необходимости постоянно находиться возле самого аппарата и контролировать, когда же у вас закончится тело продукта и начнутся хвостовые фракции. Происходит это следующим образом. Как мы знаем, при дистилляции или ректификации мы контролируем температуру. И нам не столько важен показатель температуры, сколько тенденции температуры. Пока у нас температура стабильна, получается, что у нас идет тело. То есть, мы разогнали колонну, стабилизировали ее и у нас стабильная температура. Допустим, 77 градусов в идеале. Когда температура стабильная, мы отбираем тело. Температура стабильная все время, пока отбирается тело. Когда начинают подходить хвостовые фракции, температура начинает расти. В это время, что мы делаем? Мы прикручиваем краник отбора, чтобы уменьшить отбор, тем самым понизить температуру и осадить хвостовые фракции немного вниз по колонне. Алгоритм работы автоматики следующий. Вот такой вот датчик. Он герметичный, выполнен из пищевой нержавейки на силиконовом кабеле. Вводится в кабельный ввод или в ниппель, который у вас вареный, под узлом отбора. Либо же под дефлегматором, если это обычный U-образный аппарат. Вот, ввели мы датчик. Установили температуру. После того, как колонна стабилизировалась, мы установили температуру. Допустим, она у нас стабилизировалась на 77 градусах. Я это все сейчас буду показывать в действии. Когда температура начинает расти, допустим, 77,5 градусов, клапан, который устанавливается вместо или вместе с краном отбора. Вот у меня он установлен вместе с краном отбора. Кран отбора у меня будет постоянно открыт. Я сегодня буду пользоваться только клапаном. Также клапан можно установить вместо крана отбора. Так вот, клапан превращает отбор. Вся флегма возвращается в колонну. И, соответственно, хвосты опускаются немножко вниз. Температура падает. Начинает опять выходить тело продукта. Клапан открывается, пропускает тело. Как только температура начинает расти, то есть, допустим, она опустилась до 77, да, пошло тело продукта, температура поднялась опять до 77,5. Клапан опять перекрыл. И так происходит бесконечно до того, пока вы полностью отберете пищевую фракцию. Также этот клапан может полностью заменять кран отбора. Причем с очень высокой точностью. Теперь вам не надо вот так вот крутить и ловить количество отбора. Вам достаточно будет один раз поэкспериментировать и записать данные. Как это происходит? Сейчас вкратце расскажу. Допустим, у нас временной период 100 секунд. Мы можем сделать так, чтобы клапан отбора был открыт 1 секунду, а 99 секунд был закрыт. Тогда у нас будет 1% отбора. Мы можем настроить автоматику так, чтобы клапан у нас был открыт 20 секунд, к примеру, а 80 секунд закрыт. Тогда мы будем отбирать 20% отбора. Соответственно, если мы настраиваем 50 секунд открыт, 50 секунд закрыт, 50% отбора и так далее. Также можно, если... Это если ориентироваться на количество отбора в 1 сотую. Если в 1 десятую, все значительно проще. 1 секунду открыт, 9 секунд закрыт. Значит, у нас 10%... Клапан открыт на 10%, то есть 10% отбора. Соответственно, 2 секунды открыт, 8 секунд закрыт, значит, у нас 20% отбора. Если у нас открыт 9 секунд, а 1 секунду закрыт, значит, у нас 90% отбора. И теперь не надо вот это вот крутить, настраивать. Вы себе, допустим, можете записать, что при настройках 50% отбора у вас отбирается, к примеру, тело, а при настройках 10% отбора у вас отбираются головы. Сейчас я покажу, как это все реализовывается. Но прежде хочу показать крупным планом саму автоматику. Друзья, забыл сказать самое главное. Данная автоматика является открытым проектом. То есть, в описании этого ролика вы найдете ссылочку на наш сайт, на котором вы можете купить готовый комплект автоматики. Я сейчас расскажу, что входит в полный комплект. Также, перейдя в раздел «Открытые проекты», вы можете... Там куча проектов разных, кстати, интересно, посмотрите, многое чего может пригодиться. Вы найдете, первое, схему сборки автоматики, второе, ссылки на Алиэкспресс, где можно купить все запчасти для автоматики, ну и третье, инструкцию на русском непосредственно к самому контроллеру. Автоматика, контроллер, который управляет автоматикой, это китайский контроллер Lilithage 6231A. Будет инструкция на русском в разделе «Открытые проекты», два слова о контроллерах Lilithage. Уже три года я эти контроллеры использую для климатических камер. Контроллеры показали себя мега надежными. Вот похожие контроллеры есть ноунейм, более дешевые, они немножко в другом корпусе, то есть, грубо говоря, там разница в цене в два раза, но при невысокой цене самого контроллера это несущественно. Если вы строите сами, я вам рекомендую не покупать дешевые, а покупать именно по ссылке Lilithage, потому что они действительно крутые. Они... ну вот у меня за все время отказов самый-самый минимум. То есть, я смело, совершенно смело могу рекомендовать. Ну, хотя я их совершенно не рекламирую, может подумаете, что они мне заплатили, нифига. Просто мне реально этот производитель нравится. Я их разбирал несколько раз, там все идеально сделано. А вот эти вот дешевенькие контроллеры, серенькие, тоже с четырьмя кнопочками, с красным экранчиком, там или красный, или синенький, они все-таки чаще выходят из строя. Но это мое личное мнение. В любом случае принимать решение вам. Итак, что входит в комплект? Значит, смотрите, сама автоматика, непосредственно сам контроллер. Сейчас включим его. Включим питание. Собственно говоря, он нам показывает только текущую температуру и все. Чуть позже я расскажу, как этим пользоваться. С задней стороны у нас кабель питания, кабель датчика. Кабель очень качественный, силиконовый. Далее разъем для подключения клапана. Вот такой вот. Мы используем авиационный металлический разъем. Тоже достаточно надежный. И тумблер для отключения зуммера. Здесь есть зуммер, который будет сигнализировать о том, что у вас подошли хвосты и что автоматика перекрыла отбор. Но зуммер настолько мерзкий и неприятный, что было принято решение установить тумблер, чтобы его можно было отключать. Ну, потому что выдержать, когда находишься в этом помещении, невозможно. Вот такой вот комплект поставки. Также в комплект поставки входит вот такой вот ниппелечек. Сейчас я вытащу датчик из своей царги. Если у вас нету как бы ниппеля в царге под датчик, вы просто сверлите отверстие диаметром, по-моему, 10 миллиметров, если я не ошибаюсь, или 11. Надо померить резьбу. Вкручиваете туда вот такой вот ниппель. Он из пищевой нержавейки. И вставляете сам датчик. Зажимаете. Он обеспечивает полную герметичность. То есть вот это вот входит в комплект. Теперь дальше о клапане отбора. Клапан отбора электромагнитный на 12 вольт, что совершенно безопасно. Корпус клапана выполнен из пищевого алюминия. И он имеет две внутренние резьбы. Смотрите еще какая фишка в клапане. Для удобства его установки он разборной. То есть вы можете вот эту вот штуку подключить между узлом отбора и до охладителя. А потом уже в любом положении, хоть в таком, хоть в таком, хоть в таком, прикрутить сюда клапан. И он после этого работает. Далее смотрите. Клапан имеет с двух сторон внутреннюю резьбу. То есть маму на 1,4 дюйма. Для подключения к любым аппаратам Magnum Steel, то есть те, которые есть у нас на сайте, мы также вкомплектуем это одним переходником. Мама-папа. То есть резьбовая втулочка 1,4 дюйма. Также можно все это врезать в трубчатую сеть, использовав вот такие вот быстросъемнички. Тоже стандартные Magnum Steel быстросъемнички. Их надо заказывать отдельно. То есть если вы будете резать какую-то линию, шланговую, и клапан внедрять в шланговую линию, то можете у нас на сайте купить вот такие вот быстросъемнички. И просто в обычную линию его внедрить. Смотрите, как это выглядит на готовом аппарате. Мне нужен был второй для испытаний. Мне нужен был второй ниппель. Потому что вот родной ниппель, который в узле отбора. Но я его использовал для контроля термометра. Чтобы не делать дополнительную дырку в узле отбора, я себе заказал кусочек такой царги, 10 сантиметров, и врезал в нее ниппель для контроля. Здесь я сейчас тоже в процессе испытаний поставлю второй термометр, для того, чтобы было видно, насколько четенько работает автоматика. И вот как вкручен сам клапан. Значит, вот идет стандартный краник отбора. Здесь резьба папа. Он вкручивается в маму клапана. А вот здесь вот переходник с мамы на папу. То есть вот этот вот переходничок, он идет в комплекте. Напомню, что вот эти вот штучки, эти быстросъемнички, они в комплекте не идут. Чтобы не терять времени, я включаю куб на разгон. В любом случае, пока он будет греться, я расскажу, как настраивать контроллер. Смотрите, основная позиция, чтобы, если мы работаем без краника отбора, когда у нас здесь есть температура фактическая 23,4, и есть температура настроенная. Когда фактическая температура ниже настроенной, клапан отбора открыт. Когда фактическая температура выше настроенной, клапан отбора закрывается. То есть сейчас он у меня открыт. Соответственно, для того, чтобы мне стабилизацию колонны провести нормально, мне надо понизить настроенную температуру ниже фактической. Для того, чтобы клапан просто взял и закрылся. Либо же отключить устройство. Но тогда я не буду видеть температуру. То есть проще ее понизить. Нажимаем установить. И клапан закрылся. Давайте разберемся, как этим управлять. Настройка температуры. Зажимаем на 3 секунды клавишу S. И настраиваем температуру, на которой у нас клапан должен открыться. То есть выше настроенной температуры клапан закрыт. Вернее, закрыться, извините. Выше настроенной температуры клапан закрыт. Ниже настроенной температуры клапан открыт. То есть мы можем выбирать здесь любую температуру. Я сейчас поставил ниже фактической. Поставил 21. А фактическая у меня 23. Сделал это для того, чтобы у меня клапан был закрыт. И колонна разогналась, чтобы я смог отобрать головы. Далее. Входим в режим глубоких настроек. У нас здесь есть функции, которые нам нужны. U10 функция нам не нужна. U20. Калибровка датчика. Я откалибровал датчик по своему китайскому термометру. Разница была 0,6. Поэтому я внес калибровки, чтобы совпадали показания. Хотя думаю, что китайский термометр врет. Дальше. U22. Температурный гистерезис. Что это значит? Это значит та температура, дельта температур, в пределах которой будет срабатывать клапан. То есть, грубо говоря, если у меня колонна стабилизируется на 77. Я установлю 77, к примеру, и 1. У меня температура колонны работает стабильно. Я установил 77,1. У меня температура поднялась в колонне до 77,1. Клапан отсек отбор. Упало до 77, соответственно, клапан отбор опять включил. Вышел из режима программирования. Если я установлю здесь 0,5 градусов, тогда, допустим, у меня установлено на те же 77. Достигло 77, клапан отбора закрылся. Упало до 76,5, клапан отбора открылся. С этим понятно. Следующая функция, очень важная для нас, 40, 41, 42, 43, это регулировка количества отбора. Это функции, которыми мы будем регулировать количество отбора. То есть, 40, это единица измерения нули секунды. 41, это сколько секунд у нас клапан будет открыт. Я сейчас поставлю одну секунду. 42, это единица измерения, сколько у нас закрыт клапан. Я тоже ставлю секунды. И 43, это сколько секунд у нас клапан будет закрыт. Я ставлю 9. Вот у меня при отборе, получается, голов будет одну секунду клапан открыт, 9 секунд закрыт. Значит, я буду всего отбирать 10% всего отбора. А 90% будут возвращаться дальше в колонну. Если мне надо 50% отбора, я 41 устанавливаю на 5 и 43 устанавливаю на 5. Таким образом, у меня 5 секунд клапан будет открыт, 5 секунд клапан будет закрыт. Ну и если мне надо 100% отбора, я 41 устанавливаю на 10, а 43 устанавливаю на единицу. Ну, это будет не совсем, конечно, 100% отбора, будет чуть меньше. Но практически 100%. Можно там на 20, 41 установить, а 43 на единицу. Вернем все в первоначальное положение, потому что мы готовимся отбирать головы. Вот таким вот образом. Это были основные пункты настройки автоматики, которыми вам придется пользоваться. То есть настройка нужной температуры и настройка количества отбора, если вы будете использовать автоматику в качестве регулировки отбора. Но поверьте, в процессе испытаний я пришел к выводу, что это значительно удобнее. Потому что, во-первых, знаешь значение. Так, у меня краник полностью откручен. Дело в том, что нужное количество словить краником достаточно сложно. Надо ставить какие-то риски. Надо считать по мензурке количество отбора. Когда вы хотите ограничить скорость, к примеру, отбором 1 литр в час или 1,5 литра в час. Сейчас же вам достаточно записать цифровые коэффициенты. Допустим, 1 литру в час соответствует 40% отбора. И потом далее ориентироваться и просто вводить в контроллеры нужные данные и получать нужное количество отбора. Друзья, я жду, пока у меня прогреется куб, прогреется и стабилизируется колонна. И покажу вам, как работает в режиме регулировки отбора. Мы будем покапельно отбирать головы. Естественно, будем отбирать очень медленно. Вот я думаю, что в режиме примерно 10%. Может быть, процентное соотношение придется уменьшить. Тогда мы будем переходить не на 1 десятую, а на сотую. То есть, 41 у нас будет, допустим, 5, а 43 будет 95. Тогда это будет 5% отбора, меньше 10. Ну, вот таким вот образом, такой алгоритм. Итак, ждем. Итак, колонна вышла на рабочий режим и стабилизировалась. Здесь 78,1. Здесь 84,2 в кубе. Готовимся к отбору голов. Краник отбора полностью открыт. Держит отбор электроклапан. Значит, температура стабилизировалась. Выставляем температуру на градус больше. 78,3. То есть, выставлю 79,3. Сейчас система у меня настроена на 10% отбора. То есть, 1 секунду электроклапан открыт и 9 секунд закрыт. Отбираем покапельно головы. И вот как это выглядит. То есть, фактически, вы видите такой эффект, как будто у вас краник открыт на 10%. Видите, головы отбираются покапельно. Далее я увеличу количество отбора для отбора пищевой фракции. И мы будем хорошо видеть, как оно увеличивается. То есть, сейчас четко покапельно. Можно еще уменьшить отбор. Можно уменьшить до 5%, до 2%. Насколько медленно вы хотите отбирать головы. Все зависит от вас. Ну, а сейчас у меня 10% от общего отбора отбирается. При этом я контролирую температуру. Когда температура превысит заданную. То есть, заданная у меня задана 79,3. Краник отбора полностью закроется. Сейчас 78,6. Через час хочу показать результаты. Ну, во-первых, температура. До сих пор у меня отбираются в головы. И вот смотрите. За час у меня отобралось 450 миллилитров. То есть, я считаю, что 10% отбора для отбора головы это вполне нормально. Можно, конечно, немножко уменьшить. Но, по-моему, я вот так вот всегда с помощью краника отбираю. То есть, ну, это как бы уже информация для настройки. Можно, конечно, сделать и медленнее без проблем. Но вот я всегда отбираю примерно с такой скоростью. Кстати, работает очень четенько, как видите. Клапаночек себе щелкает. Открывает, закрывает. Вот он стоит. И себе работает. А мы в это время можем курить бамбук, заниматься своими делами. И не плясать с бубном возле краника отбора, боясь чего бы то ни было. После того, как нужное количество голов отобрано, переходим к отбору пищевой фракции. Ставлю не в попугай, а сюда, чтобы показать, как изменить количество. Буду использовать открытие крана на 50%. Поэтому ставлю один к одному. То есть, одну секунду кран открыт, одну секунду закрыт. Вот он начал щелкать. Секунда в секунду. Не могу, не люблю, вернее, отбирать на полной скорости. Я люблю отбирать вот где-то на 50% отбора. По-моему, даже это много. По-моему, даже это много. Сейчас изменю на... Две секунды закрыт. Одну секунду открыт. Вот таким вот образом. Вон, такая вот струйка будет нормальна для отбора тела. Для нормального укрепления. Я всегда настраиваю прерывистой струйкой. Вот так вот классно, по-моему, отбирать. Получается, что кран открыт одну секунду, а закрыт две секунды. Это примерно 33% отбора. Перевожу на попугай. И буду отбирать тело. Получается вот такая вот струйка через попугай. Практически идеальная старт отбора. У меня, сколько здесь, 92% спирта стартовало. Вот отметка 90. И он тонет еще на два деления. Теперь смотрите. Автоматика перешла... Ну, как бы она работает в режиме контроля количества отбора. И нам надо настроить точно старт-стоп. Температура немножко поднялась, так как мы увеличили количество отбора. Соответственно, 78,6. Я задаю температуру стопа 79,6. Достаточно. Что будет происходить? Как только... Кстати, у меня в кубе 5,5 литров абсолютного спирта осталось. То есть я знаю, что у меня должно быть где-то полторы-трехлитровых банки. Как только температура начнет расти, а это свидетельствует о том, что по колонне поднимаются головы и дойдет до 79,6, автоматика отключит отбор. Колона начнет работать на себя. Головы опустятся... Вернее, хвосты, извините, пожалуйста. Хвосты опустятся вниз. И как бы подойдут опять какие-то остатки пищевых фракций. Температура понизится. Колона опять включит клапан. Вернее, опять включит отбор, отберет до подъема температуры и опять выключит. При этом будет срабатывать сигнализация, которую можно будет отключить вот этим вот тумблером. Но я покажу. Покажу, как это. Главное не пропустить момент. То есть в чем класс? То, что не надо сидеть и ждать хвостов. То, что спокойно уходишь заниматься своими делами, оставляешь ее себе работать. Вообще, ничего контролировать не надо. Особо мне нравится вот настройка, тонкая настройка количества отбора. Ну и, конечно же, то, что у меня это все в дальнем помещении, скажем так, в котором я не нахожусь постоянно. И раньше, когда у меня подходил уже отбор к концу, мне приходилось здесь сидеть, курить бамбук. И ждать, когда смотреть на термометр, ждать, когда подойдут хвосты и уменьшать количество отбора. Сейчас все произойдет автоматически, что вы, собственно говоря, и увидите. Температура поднялась до заданной. И сработала сигнализация, которую можно отключить. Отбор полностью остановлен. Спиртуозность сейчас 88%. Сейчас колонна работает полностью на себя. То есть отбора нет полностью на себя. Пройдет какое-то время. Ну, вот видите, температура уже начала падать. Пройдет какое-то время. Она упадет до заданной. Это я включил сигнализацию. Упадет до заданной. И опять включится кран отбора. Вот что сейчас и произошло. Температура упала. Спиртуозность повысилась. И опять пошел отбор. Точно так же может происходить несколько раз. Как видите, вот даже видно по запотеванию колонны, что опустились немножко хвосты вниз. Верхнее стекло отпотело. Вот так вот держим температуру. Отбираем полностью все тело, не допуская хвосты в отбор. Еще через некоторое время можем наблюдать следующий результат. Фактически мы уже подходим к расчетному количеству абсолютного спирта, которое должны были получить. Как я говорил, 5,5 литров. Сейчас уже 5 литров. При этом совершенно нет падения спиртуозности. Автоматика срабатывала уже раз 5. Останавливала дистилляцию. Дожидалась, пока температура упадет. И опять подключалась. Сейчас температура 79,1 в царге. И верхний датчик показывает 79,1. Клапан щелкает. В кубе 92,3. Но я понимаю, что осталось до окончания недолго. Важно очень то, что получается. Совершенно нет потери спиртуозности. Если бы я отбирал обычным краном, не следя, то спиртуозность уже явно упала бы до 80%. А она держится на уровне 89%, как вкопанная автоматика. Ее держит. Что я считаю очень круто. В очередной раз сработал стоп. Отключаем зуммер. Было 79, уже поднялось до 80. И отбор автоматически остановлен. Смотрите. Я уже отобрал полностью расчетное количество дистиллята. Спиртуозность при этом держится 89 градусов. Просто мега точно и мега удобно. При этом я захожу сюда время от времени. Автоматика сама себе работает. Считаю, что очень круто. Сейчас отбор остановлен. И опять у нас происходит охлаждение колонны. Видно, температура падает. То есть было 80, уже 79,7. Колонна охлаждается. Хвостовые фракции опускаются вниз. Наверх поднимаются пищевые. И таким образом мы отжимаем абсолютно весь дистиллят. Помимо того, что очень удобно. То, что не надо сидеть над колонной. Так еще и выход увеличится. Реально увеличится. Температура падает. Реально увеличится выход. Потому что вручную мне никогда не удавалось отжимать так полностью все. При этом у меня спиртуозность в любом случае падала. Теперь она... Причем можно регулировать. Можно поставить 81 градус или 82 градуса. Если нужно побольше, скажем так, хвостиков захватить. Для того, чтобы ароматики побольше захватить. И, пожалуйста, все это в автоматическом режиме. Я считаю, очень круто. Кстати, упала температура. Опять начал работать отбор. Начал щелкать клапан. И потихонечку закапал дистиллят. Фантастика. Я просто очень доволен этой конструкцией. Ну, не буду ее расхваливать. Вы мне напишите, конечно же, свое мнение в комментах. Но, по-моему, просто супер. Совершенно со спокойной душой я ушел ужинать. При этом температура уже поднялась и не опускалась. Колонна ушла в захлеб. Но никаких хвостов я не получил. Спиртуозность так и осталась на уровне 88%. Отличный результат. Очень чистый отбор. Я просто очень доволен. Вот так вот работает автоматика. Как видите, друзья, такой простой приборчик не просто имеет право на жизнь, а мегаэффективен. Мне его работа нравится очень. И она освобождает очень много времени, которое я раньше тратил на регулировку количества отбора. На то, чтобы следить за фактом того, чтобы не нахватать хвостов. Ну, в общем, работает на отлично. Ну, собственно говоря, я показал все. Я думаю, что все по видео достаточно понятно. Дальше жду ваших замечаний по конструкции прибора. Мне это очень важно, потому что это позволяет любые изделия, которые я делаю, совершенствовать. Напомню, друзья, ссылочка на сайт, там, где размещен открытый проект, то есть схемы, все ссылки, инструкция на русском языке находятся в описании ролика. Также, перейдя на сайт, если вы не хотите заморачиваться, вы можете купить прибор в двух комплектациях. Готовый прибор полностью в полной комплектации и чуть-чуть дешевле набор для самостоятельной сборки, если не хотите заморачиваться с Алиэкспресс. То есть мы вам высылаем все запчасти, это единый набор, который необходим для сборки этого прибора, а уже пайку, коммутацию, врезку в корпус вы можете сделать сами. Тем самым сэкономить себе порядка 20% от стоимости. Ну, как бы не так уж и много, но с другой стороны, я думаю, для кого-то это деньги. И наверняка есть люди, которые не хотят связываться с Алиэкспрессом и с другими китайскими сайтами. Я же с огромным удовольствием представляю вам данный девайс. Ну, вот, собственно говоря, желаю вам вкусного, хорошего самогона, вкусных дистиллятов, вкусных всяких интересных продуктов. В скором времени я готовлю для вас кришвассер, несколько мацератов будет, вот сезонных таких на абрикосах и на малине. Ну, в общем, будет чего интересного. Сейчас такое, как бы, лето, как раз фруктов еще нету, поэтому пока обзоры оборудования. Друзья, оставайтесь с нами. Не забудьте, пожалуйста, нажать на колокольчик, потому что очень многие новые видео, не нажав на колокольчик, вы просто не видите. И, конечно же, если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. А мы с Ларисой продолжаем снимать для вас новые видео. Сыры, колбасы и домашний алкоголь. Время от времени мы придумываем какое-то оборудование и делаем его обзоры. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.